Новая Зеландия Одна из самых далеких и самых притягательных стран нашей планеты. Путь до нее не близкий и в предыдущие века был одним из самых опасных. Однако с развитием гражданской авиации путешествие на этот прекрасный континент стало возможным для каждого. Но чем же притягательна эта страна и почему люди со всех уголков стремятся попасть сюда? Давайте узнаем. 23 миллиона лет назад Новая Зеландия поднялась из океана под действием вулканических сил. Прекрасный остров просто появился из ниоткуда со своей удивительной флорой и фауной. Сегодня здесь насчитывается более 50 вулканов и некоторые из них еще действуют. Новая Зеландия изначально была составной частью Нового Южного Уэльса, который впоследствии стал относиться к Австралии. И в 1901 году, когда Австралия стала федеративной и объявила о своей независимости, Новой Зеландии было предложено войти в состав федерации как самостоятельной части. Но новозеландцы выбрали свой независимый от Австралии путь и отделили со своей культурой и экономикой. Впервые же открытой эта страна была в 1642 году датским мореплавателем и путешественником Альбертом Тасманом. Он прибыл сюда через пролив между Новой Зеландией и Австралией, поэтому море называется Тасманово, и пробыл некоторое время среди местных жителей Маори. Но подружиться им так и не удалось. Маори убили нескольких людей из состава команды и Альберт Тасман покинул остров. Первое же название, которое датчане дали этой стране – Нойзиланд, так как они думали, что приплыли в один из регионов Голландии. Зеландия оставалась неизвестной вплоть до 1769 года, когда английский мореплаватель и капитан Джеймс Кук вновь не открыл заново эту страну. Как известно многим, местные жители называют себя Киви, так как эта бескрылая птица является символом Новой Зеландии. Существует даже легенда среди местного населения, что когда Бог раздавал всем птицам крылья и красивые перья, птичка Киви не успела прийти вовремя. И тогда Бог сказал, что несмотря на отсутствие крыльев, ты будешь самая почитаемая птица на Земле, и сделал ее символом прекраснейшей страны – Новой Зеландии. А наш привычный Киви здесь называют Киви-фрут. В Новой Зеландии он нескольких видов – привычный всем зеленый, желтый и красный Киви. Этот фрукт прибыл сюда из Китая, и многие местные жители еще помнят его первое название – Chinese Gooseberries. Английская королева Елизавета II является официальным монархом Новой Зеландии. В ее обязанности входит ратификация всех принятых новозеландских парламентом законов. Новой Зеландия – одна из трех стран, которая имеет два официальных гимна. Первый – Боже храни королеву, национальный гимн Англии, и Боже защити Новую Зеландию. Две другие страны, имеющие два гимна – это Дания, имеет также королевский гимн, и Канада. Новая Зеландия – страна млекопитающихся и птиц, многие из которых встречаются только здесь. Например, птица Моа – одна из крупнейших птиц в истории человечества. Она достигала до 3 метров 60 сантиметров в высоту, стоя на задних лапах, и весила до 300 килограммов. К сожалению, эти птицы вымерли в конце 16-го столетия из-за охоты местных жителей Маури. Моа обитали только в Новой Зеландии. Что касается другой фауны, здесь нет хищных животных, змей и скорпионов, да и осы встречаются редко. Интересно, что лебеди здесь только черные, а гуси – только белые. Местные жители с удивлением узнают, что европейские дикие гуси – серого оперения, а лебеди – белого. Новая Зеландия – первая страна в мире, которая имела в своем управлении на государственных позициях одновременно трех женщин. Пример министра – Хеллен Кларк, генерал-губернатора Сильвию Карвид и шефа юстиции Саян Элайс. Присутствие женского влияния ощущается очень сильно во всех сферах. Начиная от выбора дома и заканчивая выбором машины для мужа, одежды для пожилых родителей, игрушек для внуков. Местные мужчины склонны прислушиваться ко мнению матери, а уже после – ко мнению жены или отца. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что Новая Зеландия – матриархальная страна. Новая Зеландия больше всех стран производит продукцию из баранины. На одного местного жителя приходится 9 овец. Столица Беллингтон – самая южная столица в мире, а жители Новой Зеландии первыми в мире встречают рассвет. С 1980 года в стране нет ни одной атомной станции, и новозеландцы по праву гордятся своей самой экологически чистой страной. Армия в Новой Зеландии контрактная, правительство сохраняет связи с Великобританией и регулярно проводит совместные учения. Новая Зеландия – одна из самых либеральных для масс-медиа. Здесь нет явных левых или правых радикалов, как в других странах. Новозеландцы ценят свою независимость и свободу от политических распри. Наиболее популярный способ оплаты в этой стране – пластиковые карты, как кредитные, так и дебетовые. Все больше и больше магазинов и торговых точек принимают их к оплате. Даже таксисты с удовольствием рассчитают вас по карточке, чем за наличные деньги. Здесь в ходу Visa, MasterCard и национальные платежные системы. Интересно, что европейские дебетовые карты новозеландцы принимают как кредитные, поэтому при оплате картой российского банка не забудьте выбрать соответствующий пункт меню. Новая Зеландия довольно демократичная по отношению к однополым бракам, продажной любви и публичным домам. Здесь это абсолютно легально и четко регулируется городским законодательством. Официальный возраст, разрешенный для приема алкоголя – с 18 лет. Отношения – с 16 лет. Получение водительского удостоверения – с 15 лет. Озеро Тапа – самое известное озеро, возникшее в результате извержения вулкана за последние 70 тысяч лет. Сила удара была мощностью 8 баллов и освободила 530 кубометров магмы. Новая Зеландия – последняя страна, которая была заселена европейцами. Однако это не мешает ей по праву гордиться своими знаменитыми соотечественниками. Эрнест Резерфорд – нобелевский лауреат за открытие ядерной физики и орбитальной теории атома. Был новозеландец. Эдмунд Хиллари – первый человек, покоривший Эверест. Также был новозеландец. Сейчас его портрет изображен на 5-долларовой купюре. Эта страна удивительная. Она привлекает своим жизненным балансом, спокойным течением времени, отсутствием суеты и каких-то внешних рисковых факторов. Новая Зеландия – страна для тех, кто ищет единение с природой и одновременно жизни в комфортных условиях. Конечно, это не полный перечень интересных фактов о Новой Зеландии. Мы будем продолжать знакомить вас и дальше с этой удивительной страной. Если вам интересна Новая Зеландия и вы хотите к нам приехать, вам нужно всего лишь нажать кнопку, которую вы видите на экране, ответить на 5 простых, но очень важных вопросов, и мы абсолютно бесплатно предоставим вам ссылку для скачивания вашего персонального плана переезда в Новую Зеландию. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok